Кто последний? Самая популярная фраза в медучреждениях Абакана. Ликвидировать очереди в регистратуру и перед кабинетами доктора пытаются годами, но пока ожидаемого эффекта нет. Дойти до нужного врача – это как пройти компьютерную игру. Первый уровень – регистратура. В принципе, время ожидания составит от 15 до 20 минут. Терпимо, однако прийти сюда нужно хотя бы часов 8, чтобы успеть получить талон на прием. Можно еще попасть к стоматологу? На бесплатную? Нет, а если на пломбу, например, все? На пломбу, если кто-то откажется, а также на 2 недели запись? На 2 недели запись, да. Но даже если не за талоном, а с простым вопросом, например, узнать часы приема или уточнить, есть ли он вообще, тоже приходится обращаться в регистратуру. Кто последний что-то смысл? Там спрашивают. Но если на сдачу анализов за час специалисты принимают около 200 человек, то с результатами попасть к лечащему врачу будет не так просто. К тому же направление на УЗИ или к узкому специалисту, например, офтальмологу, должен все-таки выписывать терапевт, а к нему тоже надо записаться. В регистратуру подходишь, записываешься. Очередь там в регистратуре небольшая, а 2 недели ждать после инсульта. 2 недели. А это к терапевту, чтобы попасть к лечу? Да, к терапевту, да. Сколько человек примерно бывает перед вами? Ну, перед вами вот на данный момент 5-6 человек где-то. Врач на планерке был, хотя вот я звонила, мне не предупредили, что врач на планерке будет. Мы пришли к 8 часам, ее не было целый час. Не спасает и электронная запись, которую с энтузиазмом внедряли в систему здравоохранения. Здесь, как в лотерее, если повезло и удалось дозвониться до оператора хотя бы в 15.05, открывается она в 3 часа ровно, то не факт, что свободные места еще остались. К тому же в интернет-базе объединены не все медучреждения республики, а только главные корпуса. Логичный вопрос, который задают пациенты. Почему запись к разным специалистам идет в одно время? Телефон всегда занят. В Минздраве ответили, это просьба врачей. Они говорят, нет, нам надо в 15, чтобы мы на конец 14 дня знали, кто у нас в последующие дни будет работать. Как правило, талонов выставляется, ну, максимум, максимум на одного врача, на узкого специалиста, в пределах 15-17 талонов. Из этих 15-17 талонов только 30% выкладывается в электронную запись. Все остальное идет через регистратуру или через запись врача к врачу. В этом и есть основная проблема. Узкопрофильных докторов в Абакане катастрофически не хватает. Например, только в городской поликлинике всего два офтальмолога. Проблемы также с неврологами и лорами. Единственная категория, где полный комплект, это участковые врачи. Врач, отработавший ровно один месяц календарный, участковый врач и врач-детский хирург, отолеринголог, невролог, разница в заработной плате составляет около 16 тысяч рублей. И это понятно. Для врача именно эта разница все и решает. Хотя, стоит отметить, Минздрав делает все для привлечения выпускников медакадемий. Это и программа «Земские докторы», компенсация за съемное жилье и разовая выплата в 150 тысяч рублей подъемных. Тем не менее, сейчас в больницах 600 вакантных мест. Но то, что можно сделать лучше и без денег, в больницах делают. Например, уважительное отношение медперсонала к пациентам. К тому же, в этом году в Абаканской поликлинике должен появиться кабинет доврачебной помощи, справочный стол, а также отпадет надобность идти в регистратуру за карточкой. Человек записался в конце рабочего дня по каждому участку. Медицинская сестра спускается в регистратуру и забирает все карточки, лиц, которые на завтрашний день записались. И поднимает, и уносит в кабинет. Кстати, звание лучшей регистратуры по голосованию пациентов получила поликлиника в поселке Черемушки. Мария Добрынина, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова